Всем привет! Итак, сейчас у нас утро. Утро среды, кажется, если я не ошибаюсь. Я уже, честно, в днях потерялся. Но это была моя третья ночь в палатке. Фух! Ну что касается ночи, эта ночь была, наверное, самая лучшая. Хотя более прохладная, чем все остальные. Но немножко, потихоньку начинаю уже вкатываться в этот режим и вообще привыкаю спать в палатке. И первую ночь организм сопротивлялся. Было плохо, а сейчас потихоньку нормально. В общем, нашел я тут интересную локацию вчера. Тут есть озеро, гора, которую, к сожалению, вот из-за этих деревьев вот здесь вот не видно. А там здоровая гора такая. Вот там оттуда солнце сейчас видно. И как раз из-за горы. Когда я это место искал, я уже было отчаялся. Время было уже часов девять. Благо, здесь день длинный, здесь всю ночь светло. Поэтому я особо не парился на этот счет, что по темноте что-то искать придется. Но я уже задолбался искать вчера. Ездил и съезжал и так, и сяк. Попадались места. Ну, что-то душа к ним не лежала. Я искал место в основном, ну, чтобы возле воды, чтобы можно было те же носки постирать и, ну, воду себе на кофе взять, чтобы с собой лишнего не таскать. И я остановился на одном таком Т-образном перекрестке. Думаю, дай-ка сейчас еще погуглю, по карте посмотрю, что. И поднимаю глаза, а там этот знак. Вот лайфхак, ребята, кто будет по Швеции ездить. Вот такие места находить. Есть озеро, допустим. К нему в основном все подъезды, это приват. То есть частные дома возле озера и дорога к ним. Поэтому съехать к озеру, переночевать, ну, не везде получится. Но всегда есть у озера, у каждого, я заметил, есть такие общественные места, где можно купаться. Ну, типа пляжа небольшого. Вот это, где я сейчас нахожусь, это тоже такой же пляжик. Конечно, в моем понимании пляж это нечто другое, но в ихнем понимании здесь можно купаться. В шведском. Поэтому там знак. Нарисован плавающий человечек. Ну, понятно, что там можно купаться. Все, для меня это было спасение. Я двинулся по указателю и приехал на это место. Местечко такое чистенькое, уютненькое. Тут даже гриль есть. Я когда приехал, тут стоял мужчина, готовил на гриле мясо. Ну, я начал с ним так сначала по-английски. Ну, он тоже мне по-английски ответил. Там я его спросил, можно ли здесь вообще встать. Нет. Потом, ну, он спросил, откуда я. Ну, я сказал, с Германией. Он такой, я с Латвии. Я такой, о, по-русски говоришь. Ну, все. Ну, и мы с ним так что-то разговаривались. Тут пообщались. Так неплохо. В общем, Мартин, если будешь смотреть этот ролик, тебе привет. Спасибо за мясо еще раз. Так что, пообщались неплохо. Я потом разложил свою палатку и лег спать. Было немножко прохладнее, чем вчера. Вот сейчас градусов 15, но буквально через полчаса должно распогодиться и уже быть 18 градусов. Я сейчас буду пить кофе. Потом мне тут километров 50 надо будет съездить в один город. Там Лидл есть. Съезжу в Лидл, куплю что-нибудь перекусить. Перекушу прям там на месте, чтобы с собой не таскать. Ну, может, возьму какую-нибудь сосиску с собой. Так, в рюкзак на всякий случай. И есть вот одна достопримечательность недалеко. Там от того же города, куда я еду. Ну, в общем, отсюда километров 70. Там какие-то водопады, что ли. В общем, съезжу туда, поснимаю. Там, наверное. Ну, вообще, я же ради видов сюда поехал. Мне спешить некуда. И потом буду, наверное, может быть, после обеда выдвигаться дальше на север. Посмотрим, как пойдет. Сначала надо кофейку сделать и попить. Потом буду собираться. Вот так вот. Так, что касается спиртовой горелки. Я не пожалел, что взял спирт. Конечно, щепочницу я пока как щепочницу еще здесь не использовал. Потому что восстанавливаюсь в основном в таких, ну, не совсем диких местах, а более на городских пляжах. Типа этого. Хотя здесь щепки тоже есть. Можно было и щепками затопить. Чтобы этот спирт сэкономить. Скажем так, вот когда я начал его использовать. Я его начал использовать в воскресенье вечера. Вот у меня осталось полбутылки. Получается, ну, если так экономно, скажем, несколько раз в день приготовить себе кипяток, скажем, для кофе или для саблимата, то такой бутылочки на неделю может хватить. Так что... Спирт отличная вещь. Отлично работает. Мне понравилось. Газ, мне кажется, он более громоздкий. И менее функциональный. Потому что, опять же, вот эту спиртовушку и щепочницу можно использовать по-разному. Можно как щепочницу с дровишками. Надо будет как-нибудь на днях это сделать. Чтобы атмосфера... Атмосферненько, чтобы было. В общем, сейчас вот солнышко вышло из-за горы. Оно как-то даже, знаете, потеплее стало. И дождя нету тоже хорошо. В данном регионе дождей сегодня как бы не предвидится. Что там выше будет, я не знаю. Ну, сейчас небо вообще чистое. Вообще кайф. Мне нравится. Так, ну все. В общем, я начинаю собираться потихонечку, так сказать, на чиле, на расслабоне. И хочу вам показать немножко свой хаос. Ну, прежде чем я вам его покажу, я вам покажу дохлую рыбу. Ну, точнее, она еще не совсем дохлая. Она, видать, приплыла на берег умирать. Рыба такая прям симпатичная. Мне ее прям жалко. Она еще жабрами там шевелит. Вот такая вот красивая, здоровенная рыба. Вон она еще там жабрами шевелит. Напишите в комментариях, кто знает, что за рыба, как она называется. Я просто не рыбак, и поэтому в рыбах не шарю вообще. Так, ну давайте покажу теперь мой здесь хаос. В общем, это подложка под палатку. Я ее на солнышко сейчас вытащил, чтобы она подсохла. А то она немножко влажная, видать, от травы. Далее. Тут у меня внутренка от палатки. Я ее тоже приподнял, чтобы она со всех сторон красиво подсохла. И потом не воняло. Ну и здесь вот верхний тент от палатки тоже сохнет. Ну и вот на столе творится такой хаос. Спальник я не стал сразу убирать. Пусть немножко подышит на свежем воздухе. Благо влажности большой нету. Солнышко светит. В общем, все нормально. И сейчас вот это все барахло раскидаю в свой рюкзак. Да, ребята, скажу честно. Иногда я прям думаю, да, был бы кофр, было бы немножко получше. Но опять же, был бы кофр, было бы больше лишнего барахла. Сто процентов. Так я контролирую себя, скажем, даже в покупке еды. Я не беру много, потому что мне это много, потом придется тащить на своем горбу. То есть еду от магазина к магазину, скажем. Заехал в Лидл, купил там что, колбаски, булочку. Вышел с Лидла, поел и поехал дальше. Как бы с собой стараюсь много не тащить. Ну, самый минимум, так скажем. В основном-то, в принципе, все равно здесь цивилизация. Можно на любой заправке хоть что-нибудь перекусить, хоть шоколадку купить. Это не проблема. Но все равно, иногда я даже подумываю, блядь, были бы кофрики. Ну, так тоже путешествовать можно. Единственный нюанс, это рюкзакам надо бы лямки нарастить. Вот чуть-чуть, вот так вот немножко нарастить бы лямки. Тогда бы он лучше бы свисал, ну, стоял бы на сидении на заднем. Получается, когда я спину выпрямляю, он стоит прям отлично. То есть вообще я его не чувствую. Когда я немножко наклоняюсь, все равно немножко чувствуется. Оно не критично, но в долгую, когда несколько часов пилишь, как-то, ну, могло бы быть лучше. Поэтому, если бы найти где-нибудь мне здесь портного, я, правда, не знаю даже, как он называется по-ихнему, и попросить его, чтобы мне эти лямки немножко нарастил, хотя можно погуглить. Я сейчас поеду в более-менее крупный город, 40 тысяч населения. Будний день наверняка я там что-нибудь найду. Ну, посмотрим. Тогда было бы вообще не жизненно сказка. В плане сушить. Ребята, вот прям рекомендую, сушите, если есть возможность. Я вот вчера, когда собирался утром, полил дождь. У меня все намокло. Палатка вся мокрая была. Благо, вещи под деревом стояли. Ну, мне пришлось всю палатку скомкать, как есть. Мокрая, с нее вода выжималась. Засунуть в этот мешок. Благо, палатка маленькая, удобная. Ее можно легко и быстро складывать, весить немного. Сами знаете, кто смотрит мой канал. Так вот, я когда выехал, отъехал немножко километров, может, 150-200. Погода наладилась, солнышко вышло. Я думаю, ну, а почему бы не сделать себе кофейку, остановиться. Остановился на какой-то автобусной остановке. Вот так же все выложил, разложил. Оно на солнце все высохло. И все нормально. Кстати, насчет стирки. Лайфхак. Не знаю, я уже, наверное, упоминал об этом. Вот, скажем, я сейчас с утра постирал носки. Вы спросите, а почему не с вечера? Они бы уже к утру, наверное, высохли. Да вот, к сожалению, они за ночь не успели бы высохнуть. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с особенностью давления здешнего или влажности. Не знаю. Ну, не сохнет здесь ни хрена за одну ночь. Тем более мои носки. Поэтому я их сейчас со спокойной душой постирал, с мылом, все как надо. И они у меня висят там на двигателе. Ну, сейчас двигатель холодный, там ничего не сохнет. Соответственно, когда я поеду, я эти мокрые носки брошу в маленький мешочек. И когда я приеду куда-то, допустим, сделать паузу, перекур, там, покушать или что, пока двигатель горячий, я эти носочки там вывешиваю. Они подсыхают. И в течение дня вот такие остановки я же делаю регулярно. Носки вывешиваю. Вечером они у меня уже сухие. То есть на следующий день я одеваю свежие носочки. Так же и с трусом. Так, хорошие новости. Для всех тех, кто вместе со мной переживал за эту дохлую рыбу, которая здесь лежала, она каким-то чудным образом ожила, встрепенулась и уплыла. А сейчас вот вдоль берега тут где-то плещется. Может, это у нее агония была? Или она просто здесь покемарит на солнышке, так сказать, в мелководье, пузом кверху? Ну, вот она, блядь. Обалдеть. Офигеть. Она прям живая конкретно. Ну-ка, смотрите. Блядь, брызгик. Короче, это по ходу дела у нее агония. Колбасит ее не по-детски, да? Все. Опять. Ну, она так немножко поплавала сейчас там. Видели, да? Жесть. И опять мне ее жалко, блядь. Ладно. Ран нарадовался. Ну, что? Соля-ви. Ладно, я буду все сейчас упаковываться и выдвигаться, потому что время уже полдесятого. Потихоньку можно. Сейчас уже тепло стало, солнышко вышло. КОНЕЦ. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»